Мы продолжаем исследовать насущные проблемы современной Воронежской деревни. В этот раз наши корреспонденты отправились в Семилукский район, где находится село с красивым названием Перлёвка. Почему оно никак не связано с известной кашей и о чём размышляют местные жители, узнала Олеся Олесюк. Село Перлёвка Семилукского района находится в 24 километрах от Воронежа. Своё название оно получило из-за одноимённой речки, которая во время половодья сильно выходила из берегов. Переливалось и затапливало окрестные луга. Некогда Перлёвка была огромным селом Землянского района. На пороге XX века здесь проживало почти 8 тысяч человек. Первоначально здесь жили казаки-черкассы. В наши дни население сократилось в 8 раз и ежегодно уменьшается примерно на 10 человек. Главная достопримечательность Перлёвки – разрушенная Христорождественская церковь. Здание построено в 1789 году в стиле барокко. В 1918-1924 годах эта церковь состояла на учёте в отделе по делам музеев, глав науки Наркомпроса, как наиболее ценный памятник архитектуры Воронежской губернии. Несмотря на этот факт, за целое столетие церкви не уделялось должного ухода, и она сильно разрушилась. Вероятнее всего, восстановить её было величие не получится. Найти средства до сих пор не удалось, да и никому это в голову ещё не приходило. Были купола, посорвали их с машиной, машинами срывали. А в каком году, я не помню. Мы ходили в школы, была ещё старинная, это сейчас всё построили. А бывало старинные, и много было у нас детворок, чем как сейчас. А сейчас? А сейчас там три или четыре человека, первый класс, я не знаю, сколько ходят. Школу, в которую ходил когда-то Алексей Иванович, закрыли. Бывшее учебное заведение, теперь обычный жилой дом. Его новая хозяйка – Валентина Мещерякова. Вообще, из трёх школ в Перлёвке осталась только одна. Валентина Петровна – местный старожил. Живёт здесь уже 80 лет. Говорит о родном селе, знает буквально всё. Застало тяжёлые и страшные времена. В июле 42-го года село оккупировали немцы и стояли полгода. Но и после войны при советской власти было не легче. Ни керосина не было, не было ни мыла, ничего. Мыла ходили в общем магазин, в очередь становились, чтобы кусок мыла взять. Потом, после войны, прям сразу голодовка началась. Это 46-й, 47-й год, тоже очень тяжёлый. Я такая была опухшая, что мама так думала, что я помру. Ну, видно, не судьба. Я осталась жива. С 1947 года послевоенная жизнь стала налаживаться. И голодные годы отступили. Работала и на свякле, работала и дояркой работала. А последние годы работала учётчиком молока, тоже в колхозе. Ну, а потом колхозы развалились, убрали фермы. И мы остались ни при чём. Но я всё равно, я до пенсии доработала, у меня четверо детей. Лучшие годы, говорят селяне, были при Брежневе. Это так называемый золотой век перлёвки. У нас и свиноферма была, у нас и овцы были, у нас и колбасня была, у нас и лошадей водили. В общем, и на курнику я работала, на птицеферме. Птицеферма у нас была. Ну, в общем, всё было у нас. А сейчас всё равно не то. Детей теперь в селе стало намного меньше. В Перлёвскую школу ходит всего 59 человек. Сейчас у школьников 10-дневные каникулы. Пока нет даже школьного автобуса. Родители сами привозят детей. Работы в селе практически нет. Либо идти в поле, либо выращивать саженцы в местном плодопитомнике. Неудивительно, что, несмотря на все живописные местные виды, народ уезжает в город.